Начинаем наш прямой эфир. Он посвящен, как скажем, приурочен, вернее, к завтрашним выборам, так называемым, сити-менеджера нашего города, или как его называют главы администрации города. Понятно, что эти выборы никакие не выборы, что это спектакль, заранее срежиссированный из Белого дома. Мы же хотим от вас услышать, вот Юра, ты все-таки был депутатом городского собрания, прекрасно разбираешься в проблемах нашего города. Сан-Джи, он очень долго проработал в коммунальной системе, тоже очень прекрасно разбирается в проблемах коммунального хозяйства нашего города. Вот я хочу, чтобы вы между собой обсудили ситуацию и как вы видите, кто вообще должен руководить нашим городом. Понятно. Ну, в принципе, наверное, я начну, да. Я действительно был депутатом Лесинского городского собрания вот до 8 сентября. До 8 сентября. И, в принципе, я могу сказать, что, да, действительно, я, наверное, городское хозяйство мне знакомо. По крайней мере, бюджет города, как формируется, с чего формируется, я довольно хорошо знаю, поэтому могу судить, что городу необходимо, в принципе. Тем более, если я в этом городе родился, живу и надеюсь, что буду здесь еще дальше жить, я знаю, что нашему городу очень много необходимо, много необходимо, самое главное, порядочных людей, порядочных и профессиональных людей. Такие люди у нас есть. Вот один из них это Сангаджи Алексеев. Он действительно является очень продвинутым специалистом в области жилищно-коммунальных хозяйств, жилищно-коммунального хозяйства. Поэтому я думаю, что мы могли бы действительно программу, если бы эту программу Пропезникова можно было увидеть, мы могли бы ее рассмотреть, обсудить и перейти к выводу, что в общем итоге нам предлагается сделать. Программы двух других кандидатов, по крайней мере, те, которые заявлены, это Валентина Редниева и Санова Редженов, они как бы известны, они опубликованы в социальных сетях. Обе эти программы, они сделаны достаточно солидно, я считаю, что там, по крайней мере, все основные болячки города, они как бы раскрыты и указаны пути решения этих проблем. Могу отметить, что программа, допустим, Санова Редженова, она вообще ориентирована, наверное, с таким взглядом на будущее. Понятно, что ее делали, скорее всего, молодые люди вместе с Сановом. Дело в том, что он много лет работал, он строитель вообще по образованию, но работал, и последнее место работы его было начальником БПМВД республики. Так что он знаком и с ситуацией в городе, в республике, и с так называемыми кланами, о которых все время говорят. Я думаю, что мы здесь в нашей беседе кланы затрагивать не будем, просто, наверное, поговорим о том, какая ситуация на сегодняшний день у нас в городе, и что можно сделать, какие меры необходимо предпринять, проект осуществить, да, конечно, с привлечением инвесторов, инвестиционного капитала, и что, в общем итоге, мы должны получить. Я думаю, что вот Сангаджи Алексеев нам может много рассказать об этом, о том, какова ситуация у нас в городе с ЖКХ. Он на сегодняшний день является директором одной из управляющих компаний города, поэтому может об этом говорить предмет. Спасибо. Ну, сильно сказано, что я директор управляющих компаний, ну, совсем недавно я стал директором управляющих компаний «Центр», это группа домов в центре, по улице Крупова, до Ленина. Ну, компания 23-го числа выведена на банкротство, и поэтому сейчас будет там перерождение. Ну, здесь скрыта проблема, которая преследует все управляющие компании. Это так называемое ОДН, это общедомовые нужды. Это то, что убивает, как таковы, управляющие компании. Я здесь уточнюсь, управляющая компания – это как бы не моя вода, я больше ресурсник по образованию ее. Я сам по образованию теплоэнергетик, поставщик тепловой энергии. Ну, работать нужно, поэтому меня пригласили, я не отказался. Ну, на данный момент, я так думаю, что я дома ее не поработаю, и все. Там, народится новая компания. Но вот эта проблема ОДНов, она совершенно никак не решается. Вот совсем недавно был кризис. ОДН – это что? Конкретно, чтобы людям было понятно. ОДН, чтобы люди понимали, почему камень преткновения в работе управляющих компаний связан именно с ОДН. Чтобы просто понятно, чтобы люди могли понять. Поставка ресурса на дом регистрируется общедомовым счетчиком. То есть, если у вас получаете вы электроэнергию, пятиэтажный дом, например, стоит, общедомовый счетчик. Он учитывает всю электроэнергию, которая поступает туда. Потом есть группа счетчиков, которые стоят непосредственно в квартирах. И сумма этих счетчиков никак не совпадает никогда с общедомовым счетчиком. И им всегда радится, не в пользу управляющей компании. А население, в принципе, городские администрации все делают так, чтобы они были как бы не виноваты. Ничего не происходит. Вот виновата управляющая компания. А они что могут сделать? Это происходит. Почему? Потому что, я не буду скрывать, основная причина – это воровство электрической энергии в самих квартирах. То есть, все эти минусы, они накапливаются и превращаются в рубли. И за три года это в гигантские суммы вырастает. Поэтому у нас управляющие компании долго не живут. Вы считаете, что, в принципе, камень преткновения все-таки находится в неоплате нашими жильцами в полной мере за электроэнергию? Или все-таки камень преткновения, то есть, причина основная находится в том, что у нас наша городская администрация, руководство города, республики, они просто не могут должным образом выстоять схему функционирования. И городскую администрацию, органы исполнительной власти, и работу управляющих компаний. Абсолютно неправильно перекладывать ответственность тоже на население, потому что причины бывают разные. Я даже, ну, я не собираюсь оправдывать то, что происходит там хищение, например, электрической энергии. Но причины бывают разные. Просто у людей нет работы. Просто иногда приходится закрывать глаза и все. Потому что людям надо сначала кушать, потом чем за электроги платить. У них дети, у них много очень проблем. Поэтому я бы не стал население что-то кивать. Дело в том, что у нас в городе отсутствует как таковая техническая политика. Город у нас живет вообще крайне неэффективно в смысле энергопотребления. Гигантские расходы электроэнергии при подаче воды, например, с Верхнеяшковского месторождения. Я сколько раз выходил. Это с 2010 года. Там даже в программу развития республики при министре Ткачевой мне удалось ставить строку строительства газопрочневой электростанции на водозаборе Верхнеяшку. Что это бы дало? Это порядка 45 миллионов, 40-45 миллионов экономии денег каждый год. По год. Это только по Верхнеяшку водозабору. Это только по одному водозабору. А есть у нас огромное употребление на очистных сооружениях? Ну, я так понимаю, что получается у нас все-таки камень прикновения и причина в том, почему мы именно так живем, почему у нас такое коммунальное хозяйство заключается в первую очередь все-таки в неправильной организации, в неправильной организации, которая должна руководство города, республики осуществить. Я понимаю, что город у нас, он сам по себе обособленно существовать не может и все энергетические проблемы, они как бы, ноги у них растут и с общей республиканских проблем. Я понимаю, что у нас, давайте поговорим по поводу, почему у нас такой высокий тариф. Я объясню. Наверное, я поставил бы жестче вопрос даже. Не потому, что что-то неправильно, а просто в течение, не знаю, наверное, 20 лет городские администрации напрочь не занимаются коммунальным хозяйством. Оно просто гибнет постепенно. Живет то, что было создано в 70-е, 80-е годы еще при Советском Союзе. Вот скажем, апофеоз технической мысли, это котельная, квартальная котельная, например, какая-то. Там очень много оборудования, это очень сложный объект технологический. Это вершина инженерной мысли, но инженерной мысли 70-х, 80-х годов. Ну, о чем мы можем говорить? Там даже система автоматики, АМКО, например, бурсы, стоят. Там даже радиолампы стоят. Ну, как можно это? Это говорит о том, что мы вообще не занимаемся. Ну, понятно. То есть, понятно, получается, с 80-х, ну, с 90-х годов практически, получается, на протяжении 30-ти лет мы всего лишь эксплуатируем то наследство, которое нам было передано еще во времена Советского Союза при Басан-Батменовиче Городовиковой. Согласен. И еще в чем у нас наследство? Оно немножко и наследство-то у нас тоже ущербное. Потому что не секрет, что энергоресурсы в Советском Союзе стоили копейки. И поэтому об энергоэффективности вопрос совершенно не стоял. То есть, иногда заходишь на котельную, там стоит насос. Я говорю, а зачем вам котел тогда? Вы просто с электродвигателями тепло снимаете, он обогреет ваш объект. Нет, ну, я... Это вообще безобразие. Я хотел бы, чтобы нашему людям было понятно, ну, более понятно, да, о чем мы говорим. Это мы говорим о том, что, вот, можно так немножко резюмировать, да, наш диалог, что проблема заключается в том, что все эти годы ни одно руководство нашего города, там, или республики не занималось вопросами, так сказать, реконструкции, да, и модернизации существующего оборудования, то, которое нам осталось на следствии от Советского Союза. Получается, что все эти годы, получается, руководители думали только о сегодняшнем дне, каждый в свое время сидел, занимался какими-то своими проблемами. Возможно, понятно, что кто-то же все-таки проводил текущее обслуживание всех этих, как бы, котельных, станций и так далее. Ну, о завтрашнем дне, как обычно принято, как должно быть, да, как должны действовать руководители, никто, по большому счету, и не думает. Ну, я хотел бы уточнить о руководителях. То есть, руководители именно коммунальных хозяйств, предприятий живут в той реальности, в которой они живут, то есть, то, что им дается. А вот именно, что муниципалитет, мэрия не занимается программными вещами, то есть, никаких программ о реформе жилищно-коммунальных хозяйств, развитии концепции, нет ничего, ничего не применяется. Хотя, прямо здесь, на виду то, что нужно решать, это, скажем, энергосервисы касаемо, это должно быть разукрупнение, то есть, процесс децентрализации. Надо уходить от этих квартальных котельных, которые в скором времени потребуют гигантские средства на замену котельного оборудования. Дело в том, что, например, вот взять, если котельную северную, совершенно недавно там поставили котел новый один, так он потянул на 10 миллионов. Вы представляете, сколько это? В каждой квартальной котельной стоит 3-4 таких котла. Вы представляете, во что превратится реформа котельных таким образом? Ну, предлагается переходить на котельные более маленького калибра, то есть, индивидуально для каждой пятиэтажки, например, девятиэтажки, располагать их на крыше. Поэтому я вот немножко противник того капитального ремонта, что сейчас происходит. Строят кровли, кровли строят, а теперь и крыльчную котельную туда не расположить. Ну, в общем, таким образом нет никаких программ, не с кем обсуждать даже, нет специалистов. Вот даже вот этот отопительный сезон, повезло, что зима не холодная. А если бы... То есть ты, извини, Сангаджи, вот как раз вот этот отопительный сезон, как мы знаем, что в сентябре месяце был назначен исполняющим обязанности города, администрации города Элисты, некий приезжий трапезников. И вот ты считаешь, что ему, вместе с его командой, очень сильно повезло, что зима была мягкая. А что вообще они сделали? У тебя есть информация, что они сделали и чего не сделали, на твой взгляд? Я таким образом отвечу. Я пришел в управляющую компанию как раз-таки почти одновременно с господином Торпезниковым. Но ввиду своего склада характера, он у меня немножко прагматичный, я не поддаюсь таким настроениям чужой, свой или так далее. Я увидел нового руководителя, я посчитал нужным пойти и поговорить с ним, какие цели у человека. Потому что Элиста – это город, в котором я родился и вырос вообще, это моя родина. Я тоже, как Юрий Викторович, собираюсь здесь жить, надеюсь, еще долго буду жить. Поэтому я пошел. У меня было с ним даже две встречи, даже не одна. Некоторые мои друзья меня не поняли, чего ты там ходишь, шепчешься. Ну, я такой человек по складу характера. Пока я что-нибудь не выясню, я все равно уйду. Ну, первый разговор был об местной электроэнергетике. Это фундаментальная вещь, о которой я хотел бы вообще, которой хотел бы я заниматься. И это основная причина нашей неэнергоэффективности. У нас очень дорогой киловатт-час для юридических лиц. Это убивает все. Прямо на карме все убивает. Это раз. Вторая встреча. Это я предложил создать технопарк на территории города Элиста. Вот дело в чем, что в 15-м году, еще в мае, Хурал принял закон о парках развития в республике Калмыкия. Но дальше движения никакого не было. То есть никаких подзаконных актов, ничего. Просто в дань моде создали закон, и все, он мертвым грузом лежит. А ведь о чем говорят технопарки? Технопарк это такая штука, в которой резиденты и управляющая компания получают возможность кредитоваться довольно-таки на льготных условиях в государственных фондах. Вот, скажем, взять фонд развития промышленности. Господин Мантуров приезжал, говорил, что здесь будет филиал во время выборов. Ну, в ВОЗ и негде там, я так понимаю. Ну, во всяком случае, все равно, можно поехать напрямую, если будет технопарк. То есть мы должны это продвигать. Но разговор был в октябре. В ВОЗ и ныне там господин Дмитрий Викторович ничего не сделал. Говорит о том, что у человека совершенно другие цели. Потом мы говорили об электроэнергетике. Я не понимаю, если он мне начал кивать и говорить, что это очень нужно, он мне понравился даже, что он такой энергичный. Но потом я вижу, что начинаются какие-то субботники, конкурсы на лучший двор. Извините, мы такими мероприятиями экономику и жилищно-коммунальное хозяйство не поднимем. Давайте прекращать эти детские игры, давайте дешевый популизм. Надо поднимать, надо нормально заниматься экономикой. У нас есть все для этого, у нас есть газ, у нас есть вода. Все можно сделать. В Сангаджи мы в прошлый раз остановились на том, что наши власти, ну и городские, и республиканские, они по большому счету ничего так в области организации жилищно-коммунального хозяйства, по большому счету никто так и не предпринимал никаких решений на будущее. То есть никто не закладывал никакие вопросы, которые связаны с функционированием инфраструктурных каких-то объектов, решений. Вот хотелось бы поговорить так вот по направлению. Сегодня хотелось бы поговорить о проблеме водоснабжения республики, потому что мы с тобой, ну где-то месяц назад, наверное, в республике у нас проходил круглый стол, посвященный проблемам водоснабжения республики. Мы с Сангаджи, не поленившись, сходили туда, послушали. Я, правда, до конца не досидел, не вынесла душа поэта, вынужден был уйти. А Сангаджи остался до конца, и я думаю, что он сейчас может поделиться своим мнением относительно того, что же там на самом деле происходило на этом мероприятии, как оно выглядело, вообще какие решения или предложения, какие предложения вносились, и по итогам, к чему вы в общем итоге пришли. Я на сколько там был, в этом круглом столе принимали участие многие специалисты наши, в том числе и опытные специалисты, старые, те, которые давно занимались проблемами водоснабжения. Но, как мы все понимаем, что эти проблемы водоснабжения, они до сих пор, к сожалению, за все эти 30 лет после Советского Союза, они так и не решены. Наверное, не решена ни одна проблема, которая связана с водоснабжением республики, с обеспечением жителей нашей республики нормальной, качественной питьевой водой. Мы все прекрасно знаем, что мы сейчас все вынуждены покупать эту воду в канистрах, заказывать эту воду, да, в бутылях, канистрах и так далее. То есть, на сегодняшний день это фактически уже сформировалась целая индустрия своего рода такая вот. Я не знаю, в других регионах она не так развита, а в Калмыкии это уже, можно сказать, что индустрия. И, возможно, для того, чтобы как-то решить эту проблему, да, уже придется учитывать и, в том числе, и мнение этих людей, кто занимается этим, на сегодня обеспечением наших жителей чистой питьевой воды. Хотелось бы услышать твое мнение, как специалиста, человека, который занимается, я знаю, давно этими вопросами. Я скажу так, что у Сан-Гаджи в свое время было довольно развитое предприятие, Волгоспельствостроя, которое занималось, много чем занималось, в том числе прокладкой труб всех необходимых. Он принимал участие, наверное, в строительстве всех, наверное, сооружений, да, которые связаны с трубами, ну, наверное, с советских времен. Поэтому слово тебе. Хотелось бы, да, чтобы услышать от тебя, как ты оцениваешь вот этот круглый стол и вообще ситуацию с водоснабжением в республике. Ну, я расскажу вам, чтобы мы с Юрой Викторовичем не были приглашены вообще туда. Нам пришлось прийти, как эти вообще люди с галерки. Зашли мы, уселись на галерке там, в отдаленных студиях. Ну, разговор шел. В основном были приглашены профессора Волгоградского института научно-исследовательского. Ну, они прокачивали вопрос о строительстве канала, еще увеличение пропускной способности Волгодонского канала. Что-то они там обещали 2 кубокилометра в год для Калмыкии. Ну, в районе Волгодонска. Ну, вообще сомневаются вообще, что это нам нужно. Ну, ничего, такие маститы и профессоры выступали. В принципе, интересно. А также были и присутствовали наши бонзы. Прям так приятно было видеть. Я очень давно не видел. Это уважаемые люди. У нас есть такие специалисты, у которых учиться и учиться еще. Они уже многие пенсионеры. Приятно прям. Рад был. Ну, разговор шел еще об очистке. Об очистке воды на питьевой. Ну, в чем смысл очистки-то вообще? Вот основной способ очистки воды в наше время – это система обратного осмоса, так называемая. Ну, это прогон воды через вибрану и деление потока на 2 части. То есть у нас поток делится на чистую воду и более грязную. Ну, в простонародье – это узлук. В общем, этот узлук составляет 50% от объема. То есть, чтобы получить 1 кубометр очищенной воды, надо уничтожить 1 кубометр грязной воды. Ну, я не знаю, в условиях нашей полупустыни это, на мой взгляд, расточительно чистить всю весь армию воды, поступающую на пустыню. Ну, в общем, еще один аспект. То, что очищенная вода, ладно, поступает к нам, а высокоминерализированные стоки получаются. То есть, вот этот узлук поступает в канализацию, и стоки становятся высокоминерализированы. А у нас по экологическому законодательству это не положено. То есть, мы будем сливать на чистые сооружения весь этот узлук, собирать его, очищать, собирать эту рапу, ну, то есть, осадок. А его надо тоже как-то утилизировать. Это очень гигантские средства, и я не вижу вообще перспектив по такому способу. Ну, да, вот сидели, рассуждали, я выступил, набрался наглости, перебежал с этой галерки к микрофону на круглый стол и начал там выступать. Нет, ну, я думаю, что большинство наших жителей, в принципе, мало волнует вопросу, наверное, очистки сейчас, на сегодняшний день. Да, я понимаю, что, конечно, сначала людям необходимо, чтобы вода у них просто была. На сегодняшний день у нас же проблема, главное заключается в том, что у нас как бы вода вроде бы в республике есть. У нас есть море, у нас есть река, Волга, да, у нас есть озера, у нас есть водохранилище Чаграйское. Но нет воды самой как таковой, то есть, нет воды для, нет чистой питьевой воды в достаточном количестве, нет воды для полива, да, допустим, гражданам своих там, приусадебных участках. И нет воды, в принципе, для промышленных предприятий. Если серьезное промышленное предприятие будет у нас когда-нибудь построено, да, без этого, я думаю, что мы никуда не денемся, то у нас и воды для этого предприятия банально ее просто нет. Я понял. Смысл в чем, что вопрос водной концепции как таковой не состоит в том, что есть вода или нет воды. Вода есть в республике в достаточном количестве вообще-то. Вопрос стоит в транспорте. И опять я клоню в сторону своей любимой темы, то есть, дешевый киловатт-час электроэнергии. То есть, каждый лишний километр – это сожженные киловатт-часы. То есть, если, например, мы построили Левокумский водовод, который находится на расстоянии 250 километров от Элисты, и мало того, еще и на 200 метров вверх надо толкать, это пять станций подъема. Там кубометр воды совершает очень большой путь и сжигает киловатт-часов на где-то порядка 120-150 рублей. То есть, расчеты были, но их почему-то скрывают. Понятно почему. Чтобы эту стройку, я не знаю, как. Я вообще даже не понимаю, что они сейчас хотят делать. Я так понимаю, что вообще относительно строительства водопровода из Левокумского месторождения, которые на протяжении 100 километров проходят по территории Республики Калмытия, с этими, как вы сказали, с пятью станциями подъема и так далее. Вопрос вообще необходимо ставить, нужен ли вообще этот водопровод Республике или не нужен. В том виде, в котором он был запланирован и в котором он сейчас как бы практически завершен, я думаю, что в этом виде он Республике не нужен. Не использовать, конечно, то, что это сейчас труба проложена, фактически она как бы существует. Не знаю, насколько она там в целостном состоянии находится. Не использовать, конечно, тоже ее нельзя. Вот я хотел бы от вас услышать, вот есть альтернативный какой-то проект, по крайней мере, у вас в голове, я не говорю о том, что в качестве проекта смертной документации, готового проекта, а вот хотя бы принципиально, да, стратегически обрисовать, что можно сделать с этой трубой? Ну вот, я, в принципе, хотел сказать, что в окрестностях Элисты строилось другим федеральным ведомством, агентством водных ресурсов водохранилище, так называемое Элистинское водохранилище, которое в сторону Астрахани на 20-кинг, как таково находится. Вот если отвода воду поднять до 8-го микрорайона, можно, в принципе, воду также догнать и до окончания Левокумского водовода, и пустить воду в обратную сторону, что это даст. То есть, вообще, Левокумский водовод строился с целью обводнить Экибрульский район, вообще-то. Это раз. И второе, там есть такая станция Магна. Там есть водовод-ответвление на Приютницкий район. И оттуда в советское время был водовод, он через Удючин и шел на Приютный. И, в принципе, это практически все было самотеком. В принципе, воды хватало. У нас же сейчас приют на Удючин, без воды сидят. Поэтому вопросы обязательно решать. Но, опять, никто ничего не занимается, никто ничего не знает, никаких предложений, ничего нет. Странно. Я вот не договорил об этом, о баллистинском водохранилище. В банке Гашун-Салат. Там немножко история получилась такая, что стройка замерзла. В чем проблема? Проблема в том, что стройку начали по технико-экономическому обоснованию. Рабочая документация была не полностью. То есть, рабочая документация была на трубопровод, насосную станцию и так далее. В общем, трубопровод построили. И когда во время строительства начали более детальную проработку канала, который непосредственно опускается в чашу водохранилища, выяснилось, что высочайшая инфильтрация и просадочные грунты в этом месте. И поэтому канал невозможен построить просто-напросто. Или же, если его одевать в бетонную одежду, то это было очень дорого. И вот начались перепроекты, поэтому замерзла стройка. Начались перепроекты и так далее, и так далее. Потом, ввиду того, что объект представляет особую степень опасности, там особая экспертиза должна проводиться. И она проводилась довольно долго, и все это заняло, по-моему, 3-4 года, да? Я уже не помню, сколько. Ну ладно, все это решилось, и вроде бы это все. На гора выдали проектно-смертную документацию, и существуют выделенные финансы на стройку эту. И наступает декабрь 2019 года. Приезжает представитель агентства в наш так называемый Белдом. Агентство водных ресурсов. Агентство водных ресурсов, да, представитель. Один из замок, по-моему, я уже не вспомню фамилию. И высказывает такую мысль. А что мы строим, если у вас нет проекта? Вот столько времени прошло, а регион даже не предложил, что он будет делать с этой водой. То есть мы должны были решить. Я, кстати, году в 2015 еще поднимал вопрос, что это надо мэрии проектировать что-то, очистные сооружения, поднимать воду до Элисты. Там всего-то 10 километров, это не так много. Ну, то есть, в принципе, как мы с тобой говорили в прошлом эфире, что вот эти все вещи, то есть запроектировать, куда мы будем девать эту воду после того, как водохранилище будет сдано в эксплуатацию, это же должны были наши власти уже, и республиканские, и городские. То есть нужно было построить хотя бы там станцию подъема и поднять эту воду в город. Однозначно. Агентство природных ресурсов отвечает их юрисдикцией, это создание накопителей воды, как таковы, запасники. А дальше уже они не отвечают. Это не их зона юрисдикции. То есть регион должен решать или же муниципалитет. Ну, я так думаю, что все-таки регион, потому что муниципалитет не потянет такую стройку, и он, по-моему, не является горбесником. Да, он, конечно, горбесником не является. Горбесником я поясню, что это главный распорядитель бюджетных средств. Такое сокращенное именование горбес. Почти жаргонное. Да, почти жаргонное для специалиста. Я, вот, казалось бы, да, казалось бы, вот этими вопросами, да, вопросами, стратегическими вопросами, стратегическим планированием в области энергетики, в области жилищно-коммунального хозяйства, ну и вообще, в принципе, во всех областях и должно заниматься правительство республики, городская администрация, да, администрация главы. Этими вопросами всеми должен заниматься глава с привлечением экспертизы, да, экспертов, экспертного сообщества. Но вот, допустим, на этой встрече я так понял, что, как сказал Сангаджи, там презентовался, нам фактически презентовали какой-то проект волгоградский, который к нам, по большому счету, отношения вообще никакого не имеет. И я, насколько понял, я присутствовал в это время, что вопрос шел о том, что будет строиться канал Волгодон-2, который пройдет еще и севернее действующего канала Волгодон-1. И якобы, затем, после того, как этот канал будет построен, объем воды, который будет поступать в Цемлянское водохранилище, он увеличится. И за счет этого они могут запланировать построить нам канал, там практически 200 километров, да, Цемлянский, построить канал и привезти эту воду к нам на север в Республике. Ну, честно сказать, у меня тогда это сразу, предложение сразу вызвало негативные эмоции, связанные с тем, что опять хотят нас использовать, использовать для того, чтобы решить какие-то свои местные волгоградские интересы. Дело в том, что вода сейчас, она и есть, существует Царпинская водно-разительная система, это водная система, которой воды достаточно. Вопрос заключается в том, что нам необходимо, нашим всем северным районам, необходимо просто платить за эту воду. Нам там в Волгоградсе сидят и кран то открывает, то закрывает, в зависимости от того, оплатили мы или не оплатили. Да, естественно, за ту электроэнерку, конечно, не за воду, платы за воду нет, но есть плата за доставку этой воды, да, за ее там прокачку и так далее, за ее подъем. А по факту получается ситуация, вот в прошлом году, допустим, я администрации главы республики и правительство говорил о том, что вот эту воду, да, воду, пускать воду в северных районах нашей республики нужно еще в феврале, пока земля еще мерзлая. Для того, чтобы наше Сарпинское водохранилище, Сарпинское озеро, да, там все, чтобы они наполнились, чтобы вода пошла по каналам по мерзлой земле и смогла достигнуть своей, как бы, необходимой точки. Это вот там Сарпак. Ну, я и в прошлом году это не делалось, я думаю, и в этом году, я не знаю, как на сегодня ситуация. В прошлом году воду так фактически дали, я помню, уже чуть ли не лето. И сейчас та же самая ситуация. Об этих всех вещах нужно задумываться заранее. Для этого, в принципе, и существует правительство, которое должно эти все вопросы решать. Потом, вот то, что связано, если вернуться к обеспечению водой города Элисты, то я, насколько когда был депутатом Элистинского городского соврания, ну, как бы, волей-неволей был погружен в эти проблемы, связанные с Элистинским водоканалом. Вот в 2015 году Алексей Орлов, предыдущий глава, он планировал продать Элистинский водоканал, ну, мошенникам или Росводоканалы, офшорной организации. Но, благодаря тому, что многие люди, множество людей подключилось к протестам, которые тогда были, к митингам, да, к судебным разбирательствам, но, в общем, итоге потом Орлов дал задний ход, и Элистинский водоканал остался муниципальным предприятием города Элисты. Я, насколько, в курсе, что у водоканала есть программа, которая была принята еще, да, она принимается, там, ежегодные изменения вносятся туда, но я знаю, что в тех, в силу своих компетенций водоканал эту программу потихоньку, как бы, выполняет. Ну, в первую очередь, он проводит замену, да, труб, старых труб, чугунных, там, да, этих, на полиэтиленовые эти трубы. Эту работу необходимо проводить, и я думаю, что ее не просто нужно проводить, ее нужно, как бы, больше концентрировать там ресурсов для того, чтобы эту проблему решить. Дело в том, что ситуация в чем заключается? На сегодняшний день у нас вот эти, водозабор, так называемый, да, Верхняшковский, Верхняшковский водозабор, там работают насосы, вот Сангаджи, наверное, здесь больше в этом отношении расскажет, что более подробно, как бы, качественно он погружен в эту тему, что самая главная проблема заключается в том, что просто водоканалу необходимы средства, необходимо принимать программу и финансировать именно эти работы, потому что они позволят, опять я говорю, в будущем, в будущем позволить нам меньше терять этой воды, которая у нас на самом деле очень дорогая. Но, к сожалению, мы сейчас видим, что ни правительство этим не занимается, ну и городская администрация тоже. Я вот очень внимательно смотрел конкурс, который проводился недавно, да, в котором, я так считаю, что первую победу одержал господин Трапезников, и, честно говоря, его программа была там озвучена, но доступа к ней почему-то никто так и не имеет, она не опубликована. И в этой программе я опять услышал, что там будут строиться аквапарки, аттракционы различные, ледовый дворец и прочее. Так и хотелось сказать, что продолжить и космические корабли. Космические корабли мы уже строили, да, общались уже с представителями иных миров, Поэтому я думаю, что все-таки хотелось бы, чтобы специалисты такие вот, как Сангаджи, они были востребованы и к их мнению прислушивались. Возможно, для этого необходимо будет создать какой-то экспертный совет в республике или там городской администрации, для того, чтобы решения, которые принимаются нашими руководителями, они были адекватными, адекватными как науке, так и вообще ситуации, которые у нас в республике. Существуют. Что по верхнему Явштовскому водозабору? Что меня удивляет вообще? Там есть кустовые скважины, группа скважин, которые поднимают воду непосредственно из-под земли, с глубины 70 метров. Потом накопитель. Или из накопителя насосной станции второго подъема толкают на элисту на расстоянии 18 километров. В резервуар чистой воды. Так что вот представляют насосы, которые питают элисту водой? Это три насоса. Два по тысяче км в час и один по 400 км в час. Это очень старые насосы. Мне хочется сказать чиновникам, вы прекращайте там Toyota Camry покупать и грузаки всякие. Продайте их и поставьте три новых насосика-то. Что такое? Весь город висит на этих трех старых насосах. А вы ездите на новеньких авто. Надо заниматься. Живечный транспорт. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!